Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Я думаю, что для нас христиан это приветствие, оно не должно быть, может быть, звучать странным в любое время года и днем, и ночью, может быть. Потому что в посланиях есть такой стих написан, что если бы Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Все было бы напрасно то, что, может быть, мы приходим на это место. Я думаю, что если бы Христос не воскрес, не было бы повода нам быть на этом месте и петь эти псалмы, рассказывать эти стихи и проставлять его святоим, увеличать его. Но потому что он ради нас это сделал однажды, к концу векового он явился для того, чтобы меня и тебя искупить и оправдать, и дать нам будущность и надежду, и сегодня поэтому мы собраны на этом месте, для того, чтобы его святоим имя увеличать и прославлять. Я зачитаю первое место Светхого Завета. Это будет записано в книге Исход с двенадцатой главы с третьего стиха ниже. «Скажите всему обществу, сыновь Израилевы, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнца у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от кос. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечера. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладни дверей в домах, где будут есть его». Это была Ветхозаветная Пасха, которая Господь заповедала народу израильскому. И на протяжении многих столетий, многих веков, народ израильский, он соблюдал эту Пасху. И много было предписаний по поводу, как надо было есть эту Пасху, кто мог ее есть, кто не мог ее есть. И если бы не Господь, если бы не Иисус Христос сошел на эту грешную землю и совершил это спасение для нас, то сегодняшний день, может быть, мы должны были бы совершать то же самое, о чем Христос заповел народу израильскому, но, как я уже говорил, однажды к концу веков явился наш Господь, тот единственный Божий Сын, безгрешный, без порога, как об этом говорил Бог народу израильскому, чтобы тот агнец, которого они избирали для Пасхи, чтобы он был без порога, чтобы он был мужеского пола, и чтобы они избирали его без порога и без пятна, чтобы он был беспорочный, и такого агнеца Бог принимал. И наш Господь, наш Иисус Христос к концу векового стал этим агнецем однажды, который принес себя в жертву ради того, чтобы тебя и меня искупить и оправдать. Я приду в Новый Завет, буду читать Евангелие от Луки, 24 глава 1 стиха. Слово Божие говорит нам так. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли ко гробу и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блестающих, и когда они были в страхе наклонены лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мёртвыми, его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки грешник, человекам грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили всё это одиннадцати, и всем прочим. То были Магдалина Мария и Иоанна, и Мария Мать Якова, и другие с ними, которые сказали о сём апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. женщины, которые любили Господа, для которых смерть Иисуса Христа была большой печалью для них. И Слово Божие говорит нам о том, что в первый день недели, очень рано, на рассвете, а в другом месте евангелист говорит, что они пришли ко гробу, когда было ещё темно. И настолько эта печаль была в глубоких сердцах, что они не могли дождаться даже рассвета, ещё темно было на улице, они приходят ко гробу и ищут Христа, они думали, что Христос, он будет ещё находиться в том гробу, они принесли ароматы, хотели помазать тело его, но мы видим, что Слово Божие повествует нам о том, что они уже не нашли тело Иисуса там, потому что он уже был воскрес, и ангел повествует им о том, что его уже нет здесь, не ищите живого между мёртвыми, он тот, который уже воскрес, его нет здесь. И люди говорят об этом одиннадцати всем апостолам, и Слово Божие говорит, что они этому не поверили. Из 12-го стиха Библия говорит так дальше, но Пётр встав, побежал ко гробу, и наклонившись, увидел только пелины лежащие, и пошёл назад, дивясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селения, стоящие, стоящие на 60-е от Иерусалима, называемые Эмаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошёл с ними, но глаза и были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, о чём это вы едя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем нём в эти дни? И сказал им о чём. Они сказали ему, что было с Иисусом Назрянином, который был пророк сильный в деле и слове, пред Богом и всем народом, как предали опрос священники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля, но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и предиосказывали, что не видели его ни ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Мы видим, что двое из тех, у которых, может быть, сердца также были печальны, которые, может быть, также печались о том, что Христа не стало с ними, и Христос, уже в воскресшем теле, в прославленном, написано, он сам приблизитесь, пошел с ними, но глаза их были удержаны, они не узнали Господа. И Христос, как бы, пытаясь узнать, от чего они печальны, он спрашивает их, почему мы так печальны. Они спрашивают, разве ты один из тех, кто пришел в Иерусалим, эти дни не знаешь, что было в эти дни в Иерусалиме, что случилось, и он их спрашивает, Христос, о чем? Разве Христос не знал? Он узнал, что было. Он узнал, кто был на том кресте распят, он узнал все это. Но мы видим, что Христос задает им вопрос, и они начинают им повествовать обо всем том, что произошло в Иерусалиме в эти дни. Они повествуют им о том, что были некоторые у гроба, они были там, они нашли тело Господа Иисуса. И тогда Христос начинает говорить им, тогда Он сказал им, о несмысленной и медлительной сердце, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изнеснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и Он показывал им вид, что хочет идти далее. Но одни удерживали Его, говоря, останься с нами, потому что день уже стынялся к вечеру, и Он вошел и остался с ними. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И не сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам Писание, и встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе одиннадцать апостолов, бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес, и явился Симону. И они рассказывали проишедшим на пути, и как Он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них, и сказал им, «Мир вам». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердце ваше? Посмотрите на руки и на ноги Мои, это Я Сам, осержите Меня и рассмотрите, ибо Дух плотной кости не имеет, как видите у Меня». И сказав это, показал им руки и ноги. И мы видим, что в тот момент, когда Иисус Господь, Он взял эту пищу, которая была Ему предложена, и когда Он начал благословлять, Библия говорит нам о том, что эти люди, они узнали Его. Почему они узнали Его? Потому что Его руки, они были пронзённые. Тогда открылись у них глаза, они увидели, что это был Господь, и они узнали Его, но Он стал невидим для них. И помог нам Господь, чтобы сегодня, внедя по нашей жизни, когда, может быть, где-то, Господь, Он говорит к нашим сердцам, когда, может быть, Он нежно стучится в Твое ли мое сердце, чтобы мы услышали тот голос, чтобы мы узнали Его, эти пронзённые руки, и чтобы наш Господь, Он был узнан нами. Помоги нам, Господь, в этом. Аминь. 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 Аминь.